Вам 20 лет или больше, то вы должны были застать такую передачу, как сам себе режиссер. И в ней была такая рубрика «Слабо». В ней люди делали всякие необычные вещи и соревновались за какой-то приз. В детстве это все казалось очень крутым и необычным, но вчера ночью в порыве ностальгии я пересмотрел пару выпусков программы «Слабо» и, признаюсь честно, охерел от того, какую же дичь эти люди творили. Один из них просто шевелил ушами, другой тупо сел на шпагат, а третий, это просто кошмар, взял локтями бутылку воды и выпил ее. Потом такой «А вам слабо?» и он победил. Да, люди творили полную херню, но никто не имеет права за это их осуждать. Почему? Потому что мы живем где? В России. Россия свободная страна и здесь каждый имеет право делать то, что он хочет. И никто его за это не должен осуждать и запрещать ему это делать, понимаете? Ну, конечно, если это все в пределах закона. Так вот, сегодня я тоже буду делать то, что я хочу и никто не имеет права мне это запретить. Сегодня я буду снимать прогноз «Бельгия-Бразилия». Если это кому-то не нравится, то вы можете это видео не смотреть. Но если это кому-то нравится, то, конечно же, смотрите, любуйтесь, ставьте лайки. Тем более, последнее время у меня настроение прям-таки не очень, а ваши лайки прям как бальзам на сердце. Я не умею писать стихов, я не умею считать слонов, я не умею всего уметь. А вам слабо? Самым интересным, как по мне, будет противостояние Ромелу Лукаку-младшего, 24-дюймового красавца. Хотя, блядь, я назвал его красавцем, господи, а что обо мне подумает? Хотя, ладно, похер. Так вот, противостояние Ромелу Лукаку-младшего и Неймара. Потому что, если Ромелу Лукаку его заденет своей елдой, то боюсь, что Неймар будет катиться обратно туда, в Рио-де-Жанейро. Ну да ладно, на самом деле я уважаю Неймара, как футболиста, да? Конечно, актерское мастерство у него похлеще, чем у какого-нибудь Леома Нисона, но... Как говорится, добивается успеха как может. Так, ну и вот, первый момент отдал на Виллиана, вперед Анжи! Как можно было не забить? Я понимаю, что там Куртуа занимал половину ворот своей туши. Ну и вот второй момент, можно все исправить. Можно все исправить, начать сначала. Но левая Виллиана подкачала. Ну прошло уже 25 минут матча, друзья, и я ждал жары в этой игре. Но пока что жара только в моей комнате, сижу прею и как-то... Ну вот, Неймар прокидывает своего одноклубника Тома Минье и... Что дальше? Финт! Неплохо, неплохо! Виллиан, не подкачай! Зачем ты жопу подставляешь? Ох, круто! Вот это уже похоже на что-то. Да, дальний удар и Каутинио хорошее оружие, но... Сейчас он пробил довольно отстойно. Так, ну что, Дебрюнис, можешь исполнить в стиле кросса? Нет. Лукако! Что такое? Наверное, мало хлебушка с молоком ел. Это не все поймут эту шутку. Ну и пока перерыв, друзья. Хочу напомнить, что если вам нужны монетки FIFA на любую платформу по выгодным ценам, вы знаете, кому обращаться. Александр Месси. Сточка в описании. Минье, решай! Добивай! Уничтожай! Гол! По сути, это первый удар бельгийца в створ. Первое, наверное, касание мяча Лукако в штрафной. И гол. Это называется форвард. Вот со времен Дмитрия Булыкина не было в мировом футболе форварда такого уровня. Серьезно. Просто удар, гол. Что еще нужно? Так, вот бразильцы бегут отыгрываться на Ямар! И опять Куртуа вручает. Блин, Куртуа сегодня боженька. Да, конечно, техника виртуальных бразильцев видна даже невооруженным глазом. Хотя у меня глаз еще как вооружен. Видно. Да, они даже из обороны через финты уходят. Все у них здорово, красиво. Но какой в этом смысл, если есть двухметровая носатая непробиваемая шпала Куртуа? Куртуа, которая уже сегодня сделала, наверное, сейвов пять. Очень солидных. Ну и последняя атака, последний шанс бразильцев на вес. Там же Тьяга Сильва, там уже все, наверное, и... Да. Да, 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 да. Бразильцы, конечно, на последних секундах устроили такой карнавал в штрафной Бельгии. Все туда побежали. Но толка от этого никакого. Вот что Филиппе Луис потел. Все это было зазря. Обнимаются бельгийцы. Может быть, даже целуются. Кто знает, им можно. Все целуют и обнимают Лукаку. Может быть, даже Лукаку-младшего. Ну и в конце, друзья, перед тем, как попрощаться, я хочу устроить конкурс. В комментариях пишите ваши прогнозы этого матча. И если вы угадаете, то вы получаете пирожки сдобные с картофельной грибной начинкой. О-о-о, сокол хлеб. Вот совсем, только-только купил. Совсем свежие. Поэтому скорее пишите, иначе они, ну, типа зачерствеют и уже будет поздно. Пишите, участвуйте. С меня два пирожка, два победителя. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok